И всем здарова! В своих новостях я уже вам рассказывал об игре Код Тисей. Такой китайский мобильный киберпанк 2077, который китайцы скоммуниздили у Red Project. И важно понимать, что Netis, это как раз таки китайская компания, не просто хочет сделать игру в жанре киберпанка, а именно паразитирует на популярности, ажиотаже и хайпа предстоящего киберпанка 2077. Пока что китайцы лишь представили трейлер и максимально абстрактно описали, что в игре будет, но уже даже в Китае получила шквал негодования, дескать, это полнейшая копирка киберпанка 2077. Ну а мы сейчас на канале разберем всю информацию, которая по этой игре есть, и постараемся разобраться, что это вообще будет. И начнем с того, как китайцы презентовали эту игру. Ну так вот, во время какой-то там презентации игр в Китае происходит такой типа взлом системы, на экране появляется такой моднявый хакер, потому что именно так сейчас выглядят хакеры, и такой, я взломал систему NetEase и нашел там ничего, ну может кроме вот этого какого-то всратого трейлера. И собственно показывает нам трейлер игры. И все было бы ничего, если бы это не было такой же спиженной презентации у Red Project, когда они презентовали свой первый трейлер по киберпанку на E3 в 2018 году. Только там не было хакера, был просто такой взлом системы, который происходил у зрителей на глазах, где в секретных файлах и находился нужный трейлер. Ну то есть мало того, что китайцы стыбзили саму концепцию киберпанка 2077, паразитируют на ее популярности, так еще и всю презентацию у них стырили. Ну а сам трейлер представляет себе набор разных сцен, которые во многих кадрах копируют то, что мы уже где-то видели в киберпанке 2077. Вплоть до самого появления логотипа. О самой игре мало что известно, чуть больше чем ничего. Действие игры происходит в 2063 году, что конечно все кардинально меняет. Технологичный город, погрязший преступности, насилие и так далее. Играете вы таким охотником за головами, выполняющий различные заказы за деньги и зарабатывающий тем самым репутацию. Также вы сможете находить и модернизировать какое-либо оружие и также еще модернизировать свои конечности, киберпланты. В конечном итоге сможете еще создать свою организацию охотников за головами и уже быть что-то типа боссом. В игре также планируется некая нелинейность. Будут какие-либо последствия, которые будут зависеть от ваших решений. Еще у игры есть свой сайт, на котором нет никакой информации, кроме того трейлера, который мы уже видели. Подарки за предзаказы еще тут показывают три картинки типа из вашего будущего офиса и описание четырех персонажей, которые непонятно кем они вам будут приходиться, либо партнерами, напарниками, просто NPC-хами. Это вот просто девочка-агент, самурай-воин, хакер и доктор. Но что конкретно это будет за игра? Будет ли это может ММО или шутер экшен-РПГ? Будет ли игра от первого или третьего лица? Будет ли там открытый мир? Все это не ясно, потому что я уверен, китайцы сами до конца не определились и лишь только начали делать эту игру. Так как другие крупные мобильные игры, которые представили на той же презентации, показали нормально с геймплейными трейлерами, и мы понимаем, что это будет за игрушки. Как, например, фэнтезийная ММО Project Ragnarok или футуристичные гоночки наподобие асфальта S-Race, о которых я, может, чуть позже расскажу. Игру же Котти Сей, я уверен, что ее представили для того, чтобы навести шуму. И пока что нащупывают почву, смотрят, что люди ждут от игры, что они хотят. А вот когда уже выйдет сам Cyberpunk 2077, вот тогда уже китайцы сядут и начнут смотреть, что можно стырить, что можно адаптировать под мобилки. Только тогда уже, мне кажется, китайцы определятся с полной картиной мира их мобильной игры, и к концу года наварганят нам новый трейлер, уже нормальный, геймплейный. И только тогда мы уже сможем посмотреть нормально, как это чудо будет в итоге выглядеть. Если что-то пойдет не так, китайцы разочаруются в идее мобильного киберпанка, они быстренько слепят какую-нибудь дешевую мобильную стратегию, которой так на рынке уже много, только уже в жанре киберпанка. Какую-нибудь RPG-шку в духе Shadowrun, может, даже какую-нибудь ММО-шку. Опять же, слепить они могут все, что угодно, так как сейчас они максимально абстрактно описали игру. Я, конечно, надеюсь на что-то похожее, что у Red Project будет. Здесь, кстати, да, еще такие арты, где игра выглядит такой RPG от третьего лица. Правда, на самом деле, еще похоже даже на ММО. Тут, кстати, виден символ куртки того парня, которая также скоммунижена с куртки главного героя с киберпанка. Лично я, на самом деле, отношусь даже положительно к наглости китайцев. Понятное дело, Red Project не будут делать мобильную версию своей игры, уж точно не в ближайшем будущем. А китайцы известны тем, что тырят у всех идеи и адаптируют на свой рынок и свой лад. Сейчас они просто это делают раньше времени, еще до того, как оригинал вышел. Лишь для того, чтобы опередить спрос и сами не знают, что из этого получится. Тем более, такие всратые клоны киберпанка на мобилках уже есть. И, может, я по ним сделаю отдельный видос. Ну, а китайцы делают хотя бы качественно, тем более, компания NTS, у которой те же Близзарды заказали свой Diablo Immortal. А мне самому будет как минимум интересно посмотреть на такой аналог мобильного киберпанка. Ну, а, собственно, что вы ожидаете и думаете о китайском киберпанке, пишите в комментах. Мне самому будет интересно. Ну, а если понравился видос, то от киберпань свой лайк. Подписывайтесь на канал. На этом все. С вами был Фомикс. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.